Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я поражу вас результатом эксперимента с семенами перца. И вы узнаете, нужно ли делать проращивание семян перца перед посадкой на рассаду, если истек срок хранения семян. А также получите рекомендации из личного опыта по выращиванию семян перца. Ссылку на начало эксперимента я разместил в описании под этим видео. Итак, что было в прошлом видео. Я взял пакет с семенами перца, часть из которого я уже успешно высаживал несколько лет назад, когда семена еще были свежими. На данный момент это старые семена, и срок хранения их истек более трех лет назад. Я захотел проверить процент всхожести этих семян перца. Подготовка семян перца к посеву обычная. Замачивание семян не делал, а разместил семена сразу на проращивание на хлопчатой бумажной кусочке ткани. Срок хранения этих семян истек в декабре 2014 года. Сейчас в феврале 2018 года. Семена хранились только в бумажном пакетике от российского известного производителя семян. В условиях квартиры, на полке в кухонном шкафу. В процессе подготовки к проращиванию семян перца, я разделил все семена на три группы. Провел откалибровку семян, помещая их в соленую воду. После чего семена перца были отправлены на проращивание. Семена перца все время находились на кухонных шкафчиках в квартире под потолком, в целлофановых пакетах, в условиях влажности с доступом воздуха, при стабильной температуре плюс 28 градусов. Итак, давайте посмотрим на результат эксперимента. Начнем с группы номер 3. Эти семена не тонули в соленой воде ни через 20, ни через 30 минут. Открываем. И ничего. Росточков нет. Группа номер 2. Эти семена перца в конце концов утонули в воде через 20 минут. Открываем. И ничего. Росточков тоже нет. И группа номер 1. Самые тяжелые семена. Не всплывшие даже в соленой воде. На них-то и была самая большая моя надежда. Открываем. И... Вот так. Эксперимент закончен. Ничего. Жалко семена, но истинно дороже. Итак, делая вывод, мне хочется сказать, что отбраковывать некачественные семена перцев с помощью подсоленной воды не получится. Потому что все семена перца очень легкие. И этот метод просто вводит людей в заблуждение. Открою вам небольшой секрет, что семена от крупных производителей для увеличения сроков сохранности и здоровья семян почти всегда подвергаются подсушиванию. Сейчас очень сухие семена в продажи. Поэтому погружение в солевой раствор таких семян часто показывает, что все они не кодные. Однако это не так. Подготовка семян перца к посеву обязательно должна включать в себя проверку на всхожесть. И не только тогда, когда у вас старые семена. Это всегда должно предшествовать посеву в грунт. Если семена перца качественные, то проклевываются они через 4-10 дней после замачивания. Если процесс затягивается на более длительное время, значит это семена с плохой всхожестью. Или это просто старые семена перца. Подготовка семян перца к посеву на рассаду не должна включать в себя калибровку семян в солевом растворе. Не делайте и не надейтесь на нее. Так как вместе с пустышками могут всплыть просто пересушенные семена. Чтобы ускорить всхожесть семян перца, перед посевом надо делать замачивание. Это делается для размягчения оболочки семян. Замачивание семян перца и проращивание их во влажной среде помогает выявить сильные семена и отбраковать слабые. Быстро всходят семена перца урожая прошлого года. И всхожесть падает с каждым годом хранения. Семена перца, высаженные на второй год после сбора, теряют не только свою всхожесть, но и урожайность наполовину. А к четырем годам снижается до нуля. Сегодняшний эксперимент это еще раз подтверждает. Старые семена перцев могут и взойти дней через 20 после посева. Такое бывает. Но те, что проклюнулись раньше других на пятый-седьмой день, это самые хорошие семена. Их и надо сажать. А те, которые проклюнулись через 2-3 недели, это ослабленные семена. Их сеять не стоит. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. И если есть желание, оставьте свой комментарий под этим видео. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»